Всем привет, вы на канале CryptoCommons, и у нас есть, как всегда, очень горячие новости, друзья. Большущий респект всем новым подписчикам нашего канала, если вы тоже интересуетесь криптой, ставьте лайк обязательно. И давайте посмотрим, куча новых новостей подъехала от нашего коллеги-блогера Ivan on Tech. Мы перевели специально для вас выжимку из его свежего стрима, давайте посмотрим. Ребята, итак, BlackRock, одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире, 35 лет истории. И знаете что? Она выступила с заявлением, которого никогда не делала ни одна крупная финансовая компания или крупный банк. Вот ее заявление. Основываясь на исследованиях и теории оптимального портфеля, если сравнить поведение биткоина и то, как это коррелирует с другими активами, а также с другими рынками, золото, другие драгоценные металлы, ценные бумаги, все, вы все берете в расчет, то получается, что оптимальная доля биткоина в портфеле составляет 84,9%. Это просто невероятно. И вот почему вы понимаете, что они входят в крипто-олл-ин. Крупные компании видят, что банки умирают. Это неизбежно. И хоть это звучит немного визионерски, но в конце концов это займет 5, может быть 10 лет, чтобы завершилась данная трансформация от современного финансового рынка, от текущей парадигмы, когда у нас все эти попытки между имеющимися сетями, интероперабельность на самом деле не очень работает, и когда все люди Земли буквально каждый день теряют свое благосостояние через фиатные счета. И когда вы не являетесь собственниками ваших собственных денег, так как всегда для них нужен какой-то хранитель, это поменяется. Уже сейчас люди понимают, что инфляция — это не закон природы. Для существования инфляция не нужна. Это не является законом природы. Инфляция нужна в нашей экономике, которая не является естественной, когда все основано на долгах. И как только у нас появляется дефляция, внезапно вся экономика терпит крах. Так как никто не может платить по долгам. Эта экономика основана на долгах. Друзья, а также напоминаю, что по ссылке из описания вы можете добавиться к нам в команду на соревновании WSOT на бирже Bybit. Команда CryptoCommons. Нас уже 135 участников, ребята. Вот тут все подробности. Короче говоря, не тупите, а переходите по ссылке из описания, вступайте в нашу команду на турнире WSOT на Bybit. Порвем всех в лоскуты. Аккуратненько. Так, ну давайте посмотрим, что там еще говорит наш коллега Айвон Онтек, а потом продолжим. Так, друзья, теперь серьезно. DoggyCoin будет валютой Твиттера. Или X.com. Почему? Потому что Илон сказал, не будет ли это круто, если шутейная валюта станет мировой валютой. Он даже назвал ее. Не будет ли это иронично. Он так сказал в 2020 или 2021. А теперь он сказал несколько дней назад, что X.com будет крупнейшей платежной системой. По сути, какая бы ни была у нее валюта, она будет мировой. Я вам говорю, ребят, я думаю, что это будет DoggyCoin. Также Илон это делает в своих собственных интересах. Возможно, он самый большой держатель монет DoggyCoin во всем мире. И технически DoggyCoin является очень похожим на биткоин. Это форк биткоина. С косячными параметрами, но мне кажется, они это исправили. Точно не помню когда, Да, но с самого начала... Знаете, Doggy был реально шуткой. У него было, скажем, рандомное вознаграждение за блок. У биткоина эта величина фиксированная, она уменьшается каждый халвинг. Но в Doggy это было все шутливо в самом начале. А у Doggy было рандомное. Хе-хе-хе. Но в любом случае, я думаю, что Doggy станет валютой на XCOM. Я думаю, это неизбежно. Ребят, вы знаете, что то, что в дефиците, особенно ценно. А что у нас, истинно дефицитно. И как в комментариях написал Джефф Бусс, это биткоин. Потому что избыточность в деньгах создает дефицитность в биткоине. Только он. А избыточность денег, которая массивно попадает в наше сообщество, толкает меня к нему. И вот почему, друзья, на самом деле действительно пришло время на все смотреть по бычье. Как, например, Япония. Япония, к примеру, в которой премьер-министр сказал, что создает инфраструктуру для продвижения крипто и биткоина. Он говорит, что это поменяет интернет. И вот, спустя несколько лет, друзья, мы об этом говорили много лет, все начинает повторяться. Все начинает разворачиваться и теперь поворачивается в нашу с вами сторону. Что мне очень нравится. Так что вот, друзья, такая локальная картина, на самом деле не очень лонговая. Если мы посмотрим на биток на 30 минутках, то, как мы с вами говорили 2-3 дня назад, вот у нас все еще потенциально коррекция куда-нибудь вот сюда, в эту зону. Посмотрите, вот это предыдущее восходящее движение похоже, в принципе, на вот это. И если так, то вот, собственно, ловим биток где-нибудь по 28500 или даже ниже. Но это только в том случае, если мы сейчас пробьем вот этот локальный лоу 29100. Так что будем смотреть. Добавляйтесь обязательно к нам в телеграм-канал. Ставьте лайк, если вам заходят такие видосы. И, конечно же, добавляйтесь в команду на байбите, друзья. Соревнование начинается через несколько дней. Так что будет жарко. Всем спасибо за просмотр. Всем профитролей. И до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok